Здравствуйте! Меня зовут Элина. На дворе лето и пришла пора готовить окрошку. Я уже выкладывала видео с тремя вариантами окрошки. Ссылку на него размещу в описании под этим видео. Сегодня приготовлю еще два варианта. Морковь, картофель и яйца я заранее отварила и нарезаю их кубиками. Свежий огурец также нарезаю небольшими кубиками. Кожицу не очищаю, так как она тонкая. Редис режу тонкими четверть кружьями. Накануне я запекала грудинку в духовке. Кому интересно, как это делается, в описании под видео будет ссылка. Грудинку тоже режу небольшими кусочками. Беру зеленый лук, укроп и петрушку. Измельчаю. Всю порезанную зелень перекладываю в миску. Немного солю, перемешиваю и растираю толкушкой для появления сока. Так будет ароматнее. Растираю вот до такого состояния. Конечно же не в пюре. Теперь все нарезанные компоненты складываю в миску. Теперь все это нужно постараться перемешать. Перемешанный салат убираю в холодильник на часок. Первая заливка будет на основе магазинного кваса. На мой вкус квас слишком сладкий, поэтому развожу его столовой минеральной водой с газом. Добавляю соль, черный молотый перец, готовую горчицу и перемешиваю. В тарелку кладу порцию салата и вливаю заливку. Можно добавить сметану или майонез, кто как любит. Эту порцию я приготовила мужу, он любит окрошку на квасе, а себе я сделаю другую. Вторая заливка будет на основе томатного сока. Если сок слишком густой, то его тоже можно смешать с минеральной водой с газом. Для остроты добавляю столовый хрен и острый красный молотый перец. Все перемешиваю и заливаю свою порцию. Не солю, так как сок был достаточно соленым. Сметана здесь тоже не помешает. Окрошка на томатном соке напоминает вкус супа гаспачо. Рекомендую попробовать такие варианты окрошки, это очень вкусно. А если вам понравилось это видео, то оставайтесь на моем канале, где еще много простых рецептов вкусных блюд.